18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Это настроение наших анапчан, которые живут в нашем городе, в нашем районе. Это, естественно, настроение отдыхающих, которые приезжают к нам на курорт. Они делают нашу жизнь комфортнее. Работников сферы жилищно-коммунального хозяйства честовали в городском театре. Мне не безразлична судьба моего края, города, страны. Я верю, что каждый голос важен. Поэтому я иду на выборы. Будущее за молодыми. Самая активная и прогрессивная часть населения собирается сделать осознанный выбор. Если нам будут выданы технические условия, мы начнем тогда проектировать. На общее обсуждение проблемы сельских территорий решают на сходах граждан. Юрий Поляков встретился с руководителями местных отделений политических партий. Встреча была посвящена предстоящим выборам президента Российской Федерации. День голосования должен пройти в спокойной, безопасной обстановке, а сам процесс максимально прозрачный и законно, подчеркнул глава Анапы. На встрече с главой города лидеры местных отделений КПРФ, патриотов России, партии Роста, партии Яблоко и российской партии пенсионеров. Юрий Поляков отметил, в Анапе сторонниками кандидатов президента Российской Федерации проведена большая агитационная работа. Но завтра, 17 марта, день тишины. Любая агитация запрещена. Избиратель должен быть защищен от давления. Обеспечение безопасности во время проведения выборов – еще одна приоритетная задача. Все избирательные участки приняты под круглосуточную храму до окончания дня голосования. Вместе с тем, с 12 часов сегодня четырьмя группами кинологов проводится обследование всех избирательных участков на предмет обеспечения антирористической защиты. Глава Анапы еще раз призвал партийных лидеров проконтролировать соблюдение сторонниками кандидатов избирательного законодательства. Выборы в Анапе должны пройти честно и законно. На избирательных участках завершаются последние приготовления. Сегодня отпечатанные бюллетени развезли по всем пунктам голосования. В Анапе их 75. Возле большого зала городской администрации дежурят сотрудники полиции. Они же сопровождают груз государственной важности до участков. Этот расположен в Доме культуры микрорайон Алексеевский. В списках здесь порядка 1700 избирателей. Как и на других участках, после всех необходимых процедур бюллетени поместят в сейф. Сейчас получили бюллетени. И наши члены избирательной комиссии приклеивают марочки, подписывают и проштамповывают. Как правило, в течение дня это происходит. Идет подготовка. Выставляем кабинки, выставляем урны и место для членов избирательной комиссии. Всего в городе-курорте зарегистрировано около 138 тысяч избирателей. Еще более 6,5 тысяч воспользовались возможностью выбора участка. Это означает, что они проголосуют не по прописке, а по месту фактического пребывания. Кто не успел, тот не опоздал. Анапчане, которые 18 марта не смогут прийти на свой избирательный участок, еще могут написать заявление и проголосовать по месту пребывания. Как это сделать, нам рассказали в территориальной избирательной комиссии. Кроме этого, о готовности избирательных участков, мерах безопасности и о том, как будет контролироваться частота выборов, в нашем интервью с председателем Анапской ТИК. Татьяна Николаевна, до выборов осталось совсем немного времени. Можно сказать, мы вышли на финишную прямую. Все ли готово? Нет ли каких-либо опасений по организации процесса? Все готовы. Помещения для голосования, избирательные участки. 16 марта участковые избирательные комиссии получают бюллетени, приступают к активной работе по пересчету. И, в принципе, опасений, что где-то что-то не готово, на сегодня у нас нет. Как будет обеспечена безопасность и частота выборного процесса? Ну, что касается безопасности, на каждом избирательном участке будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, МЧС. Это что касается безопасности, что касается частоты выборов. Хочу сказать, что на 41 избирательном участке установлены веб-камеры, которые с очень хорошим разрешением. Эти избирательные участки с большим количеством избирателей. И поэтому у нас большинство участков, большинство, так скажем, процесса избирательного будет сниматься на веб-камеры, которые в режиме онлайн-трансляции будут в сеть интернет выводить. И, пожалуйста, любой желающий может наблюдать за этим процессом. Частота выборов еще это показатель легитимности. Поэтому все участковые избирательные комиссии нацелены на то, чтобы этот процесс был законный, легитимный и прозрачный. Ну, естественно, у нас будет также присутствовать на избирательных участках 18 марта институт наблюдателей. Безусловно. Мы ожидаем от всех восьми кандидатов наблюдателей. И участковые избирательные комиссии предупреждены об этом, о том, что к ним может зайти до трех представителей от каждого кандидата. Им рекомендовано предусмотреть места. Это не только могут быть наблюдатели, и доверенные лица от кандидатов, и члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, который до дня голосования участковая избирательная комиссия может просто не увидеть. А в день голосования эти люди появятся на избирательном участке. У нас все избирательные участки и процесс голосования открыт. Мы рады любому. Приходите, пожалуйста, участвуйте в избирательном процессе. Татьяна Николаевна, если вдруг, допустим, у меня возникнут какие-то вопросы 18 марта, куда я могу обратиться, у кого спросить? В первую очередь, у любого избирателя, мы все с вами избиратели, люди, которые наделены активным избирательным правом. Если возникают вопросы по реализации своего избирательного права, либо по реализации избирательного процесса, и голосование на избирательном участке, в первую очередь нужно обратиться к председателю участковой избирательной комиссии за разъяснениями. Если что-то непонятно, если не удовлетворил ответ, то тогда нужно обратиться в вышестоящую избирательную комиссию, в территориальную избирательную комиссию Анапская, наш телефон 43022, это линия, по которой избиратель может получить все ответы на вопросы, если уже не удовлетворит, тогда в избирательную комиссию, вышестоящую избирательную комиссию Краснодарского края, и уже на всех сайтах в телевизионном режиме транслируется горячая линия избирательной комиссии Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии, они тоже будут круглосуточно работать и отвечать на вопросы. Сейчас ли возникают тоже вопросы по информации в преддверии выборов, где ее можно получить, где она размещена? Допустим, найти свой участок избирательный. Если уточнить по тому моменту, где избиратель может проголосовать, на официальном сайте администрации в разделе «Территориальная избирательная комиссия», где расположены границы избирательных участков, каждый избиратель сможет найти адрес места своего проживания и посмотреть, к какому избирательному участку он относится. Также избиратель может позвонить нам, либо обратиться в участковую избирательную комиссию для сверстки списков избирателей, то есть прийти на избирательный участок, либо позвонить и спросить, есть я в списках избирателей или нет. Но, считаю, не лишним будет повториться. Те люди, которые 18 марта не смогут присутствовать в Анапе, по тем или иным причинам будут за границами города, как они могут реализовать свое право? До 12 марта 45 дней по закону мы принимали заявление о голосовании по месту нахождения. Этот период уже закончился. Да, есть такие избиратели, которые 13 и 14 марта приходили и пытались запрыгнуть в уходящий вагон и пытались взять это заявление о голосовании вне помещения. Хочу сказать, что сегодня люди, которые уезжают куда-то в командировку, они могут взять такое заявление только в своей участковой избирательной комиссии, там, где они зарегистрированы в границах какого избирательного участка. То есть, они могут взять заявление до 17 марта, до 14.00 и проголосовать там, где они будут находиться. Но они должны обратиться исключительно в свою участковую избирательную комиссию по месту своей регистрации. То есть, еще не поздно? Еще не поздно, до 17 марта 14.00. Татьяна Николаевна, как будет организовано голосование маломобильных категорий населения? Маломобильные категории населения – это особое внимание с нашей стороны. Все люди, которые желающие проголосовать вне помещения, можно подать заявку в участковую избирательную комиссию, те, кто не сможет прибыть на избирательные участки. Допустим, в больнице находится человек. Да. Избирательная комиссия в данном случае организует голосование вне помещения. У нас и больничные есть учреждения, и ИВС расположен в городе-курорте Анапы. Председатели участковых избирательных комиссий с такими учреждениями отрабатывают отдельно. Безусловно, все граждане, кто находится в таких учреждениях, имеют право проголосовать и смогут реализовать свое избирательное право. Кроме этого, те люди маломобильные, которые находятся дома, а не в тех учреждениях, о которых мы сказали раньше, они смогут проголосовать как вне помещения, то есть пригласить к себе участковую избирательную комиссию на дом с урной для голосования переносной, так и прийти на избирательный участок. Из всех избирательных участков, там, где у нас не будет подъемников, лифтов, либо проблемы с пандусами, есть, к сожалению, на сегодняшний день такие, будет организована работа волонтеров, и им окажут помощь прийти на избирательный участок в помещение для голосования. По вашим наблюдениям, какую явку нужно ждать? Насколько активны сейчас наши избиратели? Мы ожидаем очень высокую явку на избирательные участки. Объясню, почему. Такой социальной активности граждан за пять лет, работая в территориальной избирательной комиссии, в Анапе я не видела. На самом деле, и люди, которые находятся здесь, в Анапе, но здесь не зарегистрированы. Ну, вот, посудите сами, только для заявления, для голосования по месту нахождения, в Анапе только избиратели подали 6 650. Мы занимаем второе место в крае, первый Адлер, вторая Анапа. Меня такая активность населения очень радует. Это те люди, которые находятся здесь, а зарегистрированы где-то в других местах, либо по рабочим моментам. Есть, конечно, внутренняя миграция, скажем, как члены участковых избирательных комиссий. Они тоже приписывались посредством такого заявления к другим избирательным участкам. Но в основном это те люди, которые к нам прибыли. У нас нет еще окончательной цифры, которая нам даст ясную картину через госуслуги «Портал Единый». Но вообще социальная активность очень граждан высокая. Два обхода было по информированию граждан в этом году. Сначала разъяснение голосования по месту нахождения, затем приглашение на участок, там, где указывалась участковая избирательная комиссия непосредственно. И задачи ставились очень серьезные участковым комиссиям – дойти до каждого избирателя. Но если где-то произошел сбой, работаем персонально. Татьяна Николаевна, спасибо за этот разговор, за это интервью. И до встречи 18 марта на избирательном участке. Спасибо. Всем нам успехов. В Анапе честовали тех, кто на посту практически круглые сутки справляется с дефицитом ресурсов в сезонные пики. От кого во многом зависит, сколько заработает городообразующая отрасль, но при этом они скромны и не стремятся на первые полосы изданий. Работников ЖКХ, а также ветеранов отрасли, с их профессиональным праздником поздравил глава города Юрий Поляков. Благодарности главы муниципалитета и городского совета получают слесари, озеленители, дворники, другие работники отрасли. На декорациях новый бренд курорта, по словам Юрия Полякова, и на сцене, и в зале – те, от кого напрямую зависит качество жизни и отдыха в Анапе. Это настроение наших анапчан, которые живут в нашем городе, в нашем районе. Это естественное настроение отдыхающих, которые приезжают к нам на курорт. Они отдыхают. Если у нас чисто, уютно, у нас все хорошо. От себя лично поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, успехов, чтобы наш курортный город был самый лучший. Галина Жук работает дворником в центральной части Анапы. Уже 18 лет она встает в 4 утра, заканчивает заполдень. А мы уже жилистые, привыкли. До этого трудилась мастером на заводе. Признается, что без работы не может, а нынешняя – скорее образ жизни и даже мысли. Построение, к работе, к труду – вот самое главное. Встал так прям хорошо и пошел на работу. Даже на чужом участке уже так привык хватать и все хватаешь, все подряд поднимаешь. Особо отметили ветеранов. Они в первых рядах. За их плечами десятки лет напряженного труда. Сегодня очень приятно видеть зале наших ветеранов. Вообще, благодаря их труду, их работе по созданию материально-технической базы, по созданию коллективов, стабильно работающих, которые все делают для того, чтобы жизнь у Анапы была не только красивой, приятной, но и комфортной. Будет солнце и муля, мы с тобою навсегда. Именно на 50-е, 60-е годы 20-го века пришлось начало карьеры Владислава Смирнова. В 27 лет он начальник участка. В 1971 году в отраслевом министерстве дали задание ехать в Анапу, запускать очистные сооружения на улице Северной. По мнению ветерана, одну из самых актуальных на сегодня проблем – дефицита холодной воды – можно решить за счет артезианских источников. Необходимые природные ресурсы есть. От Кубани мы совсем не уйдем, потому что водопотребление увеличивается с каждым годом. Артезианская вода – это более чистая вода. И имея источник оттуда второй, это надежное водоснабжение города на перспективу. По словам Владислава Смирнова, в его время на коммунальщиков тоже часто жаловались. С другой стороны, больше уважали чужой труд. И сегодня ветераны готовы помочь молодежи и городу в целом, прежде всего, знаниями и опытом. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Какое место должна занимать молодежь в избирательном процессе, обсуждали на круглом столе в Анапском филиале Московского педагогического университета. Педагоги провели для студентов урок политической грамотности. Ведь, как показывают опросы, многие молодые люди недооценивают свое участие в формировании будущего страны. Накануне активисты вуза провели социологический опрос среди студентов. Результаты неутешительные. Из 100 опрошенных респондентов 41 человек не знает разницы между либерализмом и коммунизмом. А о видах избирательных систем вообще никто ничего не смог сказать. Это наглядно показывает пробел знаний у молодежи. А отсюда отсутствие интереса к политической жизни. В том числе и нежелание участвовать в голосовании. То, что сегодня наш выбор нужен нашему государству, нашей стране, это очень важно и для молодежи, и для взрослого населения. Но это прежде всего честь принять участие в выборах президента. И сегодня мы объясняем это молодежи, разъясняем. Выборы для молодежи это такой момент не очень важный. Они сейчас значения этому не придают. И ситуация вот только сейчас начинает изменяться. Когда молодежь осознает, что необходимо принимать участие в выборах. Ну и как раз вот это осознание формируется в различных социальных институтах. В том числе в образовательных учреждениях. И наша задача как педагогов, которые ведут общеобразовательные предметы, разъяснять студентам их роль в избирательном процессе. В зале студенты первого курса. Многие из них впервые примут участие в выборах. Но сделают это уже осознанно. Я считаю, что выборы это важно. Потому что гражданин, сам по себе человек, имеет право выбрать свое будущее. Ребята, те, которые будут принимать участие в выборах, должны осознанно принимать выбор того или иного кандидата. Для того, чтобы после не жаловаться на то, что они сделали неправильный выбор. И что им не нравится политический устрой данного правителя. Молодые люди уверены, что участие в голосовании – это позиция здорового и умного человека. Поскольку каждый строит будущее своей страны самостоятельно. И проигнорировать выборы нельзя. Ведь сейчас в наших руках судьба целой страны. Руслан Душевский, Анапа-регион. Не только студенты МПГУ, но и другие молодые люди Анапы готовы проявить активную гражданскую позицию. Для многих вопрос идти на выборы или нет даже не стоит. Более того, наша молодежь громко заявила, почему обязательно пойдет на выборы. Мне не безразлична судьба моего края, города, страны. Я верю, что каждый голос важен. Поэтому я иду на выборы. Я не хочу, чтобы за меня кто-то решил. Мой голос, мое право. И поэтому я иду на выборы. Я хочу, чтобы к молодежи прислушивались. Чтобы наши инициативы находили отклик у власти. Поэтому я иду на выборы. Россия переживает не лучшие времена. И сейчас, как никогда, ей нужна наша поддержка. Поэтому я иду на выборы. В эти выходные в Анапе будут выбирать не только президента, но и новый облик курорта. Пройдет рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий в рамках программы «Комфортная городская среда». Высказать свою позицию могут анапчане, начиная с 14 лет. Так выглядит опросный лист. В нем можно будет отметить один или несколько проектов. Вся информация о них размещена на официальном сайте городской администрации на нашем anaparegion.ru. Эскизы, а также специальные урны для голосования будут находиться в отдельных помещениях, недалеко от избирательных участков для удобства жителей. Этот список общественных территорий был утвержден на заседании муниципальной общественной комиссии, составлен с учетом уровня финансирования муниципальной программы и возможности выполнения работ в полном объеме. По итогам голосования будет определена очередность благоустройства общественных территорий. Те общественные территории, которые наберут больше всего голосов, будут реализованы в 2018 году. Все остальные территории будут перенесены. Эта программа работает с 2018 по 2022 год. И далее мы будем в следующем году, когда нам будет выделено финансирование на 2019 год, точно так же мы определим общественные территории, которые будут отремонтированы и приведены в порядок в 2019 году. А между тем борьба за победу в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий набирает обороты. За два дня до старта участники придумывают все новые формы привлечения своих сторонников. По нашим предварительным подсчетам 60-70% нашего населения придет голосовать за благоустройство нашей территории. Только для этого специально мы выпустили отдельный плакат, призывающий голосовать в рейтинге голосования за территорию Требы микрорайона за сквершкольный. Пожалуйста, приходите и голосуйте. В сельских округах продолжаются сходы граждан. Самые актуальные вопросы, как правило, связанные с энерго, газой, водоснабжением, а также ремонтом дорог. Жители задают заместителям главы города и руководителям местных администраций. Очередные такие встречи прошли в Варваровке, Суко и Хуторе Красном. Самый животрепещущий вопрос для жителей Варваровки – газификация села. Чтобы завести голубое топливо в дома, необходимо построить газовую линию. Администрация города прилагает все усилия для решения этой проблемы. И, возможно, в ближайшее время дело сдвинется с мертвой точки. 20 февраля направили запрос на выдачу технических условий до управления капитального строительства нашего муниципального образования. Как только, если мы их направили к Акхонову, к Газпром, к газораспределению Краснодар, если нам будут выданы технические условия, то мы начнем тогда проектирование. Также жители пожаловались на состояние дороги, соединяющей село Варваровка и Хутор Рассвет. Грузовые автомобили за зиму разбили дорожное полотно. Этот вопрос на контроле отдела по транспорту и связи. И уже в этом году он будет закрыт. Министерство транспортно-дорожного хозяйства Краснодарского края являются владельцами данной дороги. На этот год и на следующий год у них запланированы мероприятия в этом году. Один участок они ремонтируют, в следующем году другой. То есть до конца 2019 года они планируют восстановить эту дорогу. Провести освещение на многофункциональную спортивную площадку в Варваровке просят местные жители, чтобы молодежь могла заниматься спортом и в вечернее время. Если бы нам помогли свет все-таки сделать на детской площадке, очень нужно. Нет, школа не рядом, это около битзавода. Там у нас многофункциональная площадка, баскетбольное футбольное поле. Там рядом освещение? Есть, конечно. Анжелика Бузунова поручила решить вопрос в ближайшее время. В Приморском сельском округе похожие проблемы. Большинство вопросов связано с энергоснабжением, водообеспечением и ремонтом дорог. В частности, жители хутора Красной интересуются, появится ли у них централизованная канализация. В водоканале отметили, что пока едва хватает средств на обслуживание существующих сетей. Новые построят при первой возможности. Вопрос централизованного канализования и водоотведения поселков там, где она отсутствует, будет рассматриваться только в 2025-2033 год. Сейчас первоначально задачи стоят об обеспечении существующих абонентов стабильной бесперебойной подачи воды и отвод тех стоков, где централизованное водоотведение имеется. Жители новых домов жалуются, что уже полгода не могут подключить электроэнергию. Есть договорно-технологическое присоединение по улице Северной 2, туда дальше. Значит, в соответствии с договором Кубань Энерго обязуется в течение полугода построить, ну и в соответствии подключить. Срок, если минимум полгода назад... Как пояснил начальник Анапского участка Кубань Энерго Максим Снимчиков, работы задерживает новороссийский подрядчик, который и обеспечивает строительство сетей. Однако анапские энергетики возможное содействие готовы оказать. По другим важным вопросам было принято решение создать инициативную группу, в которую войдут и сами жители. Уже в ближайшую среду специалисты оценят все проблемные участки на местах и соберут повторное совещание. Руслан Душевский, Анапа Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова